А сейчас будет, наверное, самое ностальгическое видео на нашем канале, и многие из вас увидят здесь свои самые первые мобильные телефоны. С вами xd5.com, и мы в музее Яндекса, где компания собрала большую экспозицию старых и очень старых мобильных телефонов. Поехали! Вообще, по какому поводу такая разница? Дело в том, что Яндекс.Маркетсу сейчас исполняется 20 лет, и вот они решили собрать самые знаковые, популярные, известные, запомнившиеся модели за эти 20 лет. Но! Есть одно но. Вот здесь вот намного более старые устройства. И начнем с вот этой штуки. Это выглядит тоненьким, да? А на самом-то деле вот такая дурень. Это телефон 88-го года. Это Nokia P30. Весит телефон 790 грамм, и он относится к первому поколению. Вот то, что мы сейчас говорим 3G, 4G, 5G, ждем и боимся, это первое поколение, первое аналоговое поколение содовых телефонов. Компактная модель. А вот эта выпущенная в 96-м году Motorola StarTag или StarTag, ее чаще так называли, была желанной и в начале 2000-х. Она была довольно дорогой, культовой и вообще очень популярной. Это раскладушка, причем экран у нее прячется внутрь, а не снаружи. Аккумулятор опять-таки на крышке, и у нее вакуумно-люминесцентный экран. Это необычно. Потом уже были ЖК-экраны. Моя неестественная поза сейчас объясняется тем, что этот телефон слишком ценный, слишком культовый, и он на очень короткой цепи. Это Nokia 8110 по кличке Банан, и она снималась в Матрице. Сейчас у нее нестандартный аккумулятор, он в величиной емкости. Правда, он все равно, телефон все равно выключается из-за того, что, наверное, контакт отходит, или батарейка совсем уже помирает. И этот телефон точно был мечтой миллионов, потому что по нему говорил Neo. В 2018 году Nokia переиздала уже новая Nokia, которая китайская, переиздала эту модель. И, честно говоря, не очень. Детство и молодость не вернуть. Перейдем к следующему стенду. И это Siemens S10. И он не такой ценный, потому что на длинном поводке. Я лично этот телефон помню, но в руках никогда не держал. И интересен он тем, что это первый мобильный телефон с цветным экраном. Людям уже очень хотелось цвета. Телефоны в то время были вот с такими антенновыми пенечками. И это, опять-таки, было прогрессом по сравнению с телескопическими антеннами, которые выдвигались. И нужно было вытягивать их, чтобы позвонить, поговорить. А еще у этого телефона есть отдельная кнопочка для голосовых записей. Ну, то есть диктофон, по сути. А вот у Sony CMD-J5 из 2000 года не было цветного экрана. Зато у него было две других фишки. Во-первых, полифония впервые. И еще вот такая фирменная фишечка. Колесо Jog Dial. А вот эта Nokia 3310 по народной кличке «Ободок унитаза». Это один из самых популярных мобильных телефонов начала 2000-х, потому что она простая, небольшая, дешевая, без антенны, кстати, и почти неубиваемая. Ею можно было кидаться в уличных преступников, которых тогда было много. Хотя, в общем-то, они ее и хотели забрать. А еще в нем была змейка. Видите телефон? А он тут есть. Это очень тонкая раскладушка Motorola Razr V3. Razr значит Razer, то есть бритва или лезвие. В общем, это очень тонкая раскладушка с цветным экраном внутри и снаружи. И она была очень популярна и была символом голамуры. И все стиляги о ней мечтали. В начале 2000-х Motorola сделала много очень классных, интересных телефонов. Правда, с неймингом у них было не очень. Это Motorola E398. Запомните. Этот телефон интересен тем, что он музыкальный. В нем большие динамики. Его можно было использовать примерно как мобильную колонку использовать сейчас. А еще этот телефон интересен тем, что он работал с iTunes. Эксперимент Apple и Motorola по вот такому вот партнерству. Музыка в него заливалась через iTunes. А помните период, когда был не Sony и не Ericsson, а Sony Ericsson? Вот этот не очень длинный период ознаменовался несколькими интересными моделями. Одна из них Sony Ericsson W550i. И это не раскладушка, а ротатор. Таких вообще моделей было, наверное, несколько за все время. Ну, такой странный формат. В общем, эта модель музыкальная. У нее есть динамичек. И это все, что я могу о ней сказать. Как думаете, какая камера должна была быть у телефона в 2005 году, чтобы его признали лучшим в мире камерафоном года? 2 Мп. Это Sony Ericsson 750i. И он тоже был очень популярной моделью. Камера отличная по тем временам. А вот здесь, рядом с камерой, в то время на многих мобильных телефонах было маленькое выпуклое зеркальце. Знаете для чего? А чтобы смотреть в него и делать салфачки. А еще здесь есть слот для карточек Memory Stick Duo. Как хорошо, что их больше нет. А вот этот смартфон знают все. И это Apple iPhone. Самый-самый первый 2007 года. И он действительно изменил мир. Теперь смартфоны будут с сенсорными экранами, с управлением пальцем, а не стилусом. И... В общем, отсюда пошло все, что есть сейчас. Когда Джобс представлял этот смартфон, он обещал нам виджеты. И знаете, когда они появились в iOS? На этой неделе. А вот это ответ Гугла и их друзей из HTC на iPhone и iOS. Это первый смартфон на Android. Называется HTC Dream. У него тоже сенсорный экран. Тоже вот такой вот интерфейс. Но клавиатура у него, кстати, есть. Вот такая. Это слайдер с QWERTY клавиатурой. В конце 2000-х Nokia была абсолютным лидером рынка. И когда вышел iPhone, дела у нее пошли... Ну, как-то не так. И вот этот телефон стал ответом на iPhone. У нее большой сенсорный экран. А еще она музыкальная. Это Nokia 5800 Express Music. Правда, надо сказать, что экран здесь не такой, как в iPhone. Он резистивный. Он продавливается. Пальцем с таким экраном работать, честно говоря, не очень удобно. Поэтому к телефону прилагался стилус. Он прятался здесь. Но сейчас его уже нет. А еще к нему прилагался вот такой медиатор. Все-таки музыкальная модель. А еще это первый сенсорный телефон Nokia на платформе S60, который потом очень долго пытались развить во что-то удобоваримое и сделать нормальным настоящим ответом на сенсорную iOS. Но, честно говоря, у Nokia ничего хорошего из этого не получилось. Это было началом смерти Nokia. А это iPhone 3G. И, кстати, мой первый iPhone. А еще это первый iPhone, который официально продавался в России. Как сейчас помню, продажи начались в ночь на 3 октября 2008 года. Что еще интересно, он поддерживал, собственно, 3G, как понятно из названия. И еще с этой модели на iPhone'ах появился магазин приложений App Store. Еще один первый в России, и на этот раз первый в России Android, модель HTC Hero. Вот такой вот изогнутый смартфон. А еще он интересен тем, что его экран поддерживает мультитач, что, в общем-то, в iPhone'ах было изначально. А еще в этой модели, как и в HTC Dream под экраном, есть колесико, чтобы не нужно было целиться пальцем в какой-то элемент на экране мелкий. Можно было вводить курсор по экрану с помощью вот этого колесика. Дальше пойдут уже более-менее современные модели, не все из которых интересны. Но вот этому аппарату 10 лет, всего лишь 10 лет. Это Samsung Galaxy S. Собственно, начало, самое начало флагманской линейки Samsung'ов, который сейчас, в общем-то, владеет миром андроидов. iPhone 4 интересен тремя вещами. Во-первых, еще до анонса его забыли в баре. Это было величайшей утечкой в истории Apple. Во-вторых, у него корпус из металла и стекла. А в-третьих, внешний ободок — это антенна. Apple впервые придумала использовать периметр корпуса как антенну. Правда, были проблемы, которые назывались антенна-гейт, когда телефон терял сигнал, если держать его в руках вот так. И знаете, что ответил Джобс? Пользователь, который недоволен этим, вы неправильно держите телефон. Вот это Nokia 7280 в виде флакона туши для ресниц, наверное. У нее вообще нет кнопок, никаких клавиш есть, только выдвижная. Вот такая штука, которая открывает камеру. И колесико. Да, набирать сообщение нужно было, выбирая по одной букве, крутя вот это колесико. Невообразимо неудобно. Вот это эксперимент Motorola, модель V100. И это, в общем-то, телефон, но говорить в него нельзя. Нужно подключать гарнитуру сбоку. А так он похож на маленький компьютер из полупрозрачного пластика. Наверное, эту идею им подсказала Apple с первым iMac. И еще два эксперимента Nokia с формами корпусов и клавиатуры. Это Nokia 3650 и Nokia 7600. Вот этот похож на листик, и кажется, именно так его и называли. А вот этот Sony Ericsson P910i на Symbian можно назвать одним из предтечей современных смартфонов, включая iPhone. У него большой сенсорный экран и квартира, правда, она на вот таком вот флипе и откидывалась. А если ее закрыть, здесь будет обычная цифровая клавиатура. Помните, какими большими были телефоны в начале 2000-х, например, в 2001-м? Не все. Вот этот Panasonic GD55 был вот такой вот муллипусечкой. При этом это полнофункциональный телефон. С ним можно было делать все, что и с другими телефонами того времени. А еще в начале века у Nokia была линейка коммуникаторов, и эта модель называется E90. И в 2007 году она была, наверное, самой продвинутой. И это вот такой вот смартфон-ноутбук с двумя экранами, маленьким снаружи и очень большим внутри. О нем мечтали, но не покупали. А вот это один из самых безумных экспериментов в телефонастроении. Это Xperia, но не смартфон. Модель называется Sony Xperia Pureness X5, и у нее прозрачный экран, прикиньте. Пользоваться им совершенно неудобно, но вообще-то сейчас на барахолках его можно купить примерно за 30 тысяч рублей, если хочется вот такого вот безумства. И еще один стенд экспериментов, в которых производители телефонов пытались совместить их с какими-то другими устройствами. Вот это, например, Nokia N-Gage 2003 года, и это попытка скрестить телефон с игровой консолью. Многие его помнят, у меня такого не было, но это в самом деле культовая модель и была очень популярной. И, кстати, на этом телефоне можно поиграть в Соника. Samsung SGH-F300 2007 года. Это попытка совместить мобильный телефон с музыкальным плеером. В одном чехле, в котором, кстати, есть еще и дополнительная батарея, телефон лежит вот так, и тогда это телефон, либо переворачивается. Здесь получается музыкальный плеер, в общем-то, очень похожий на MP3-плеера Samsung тех времен. А вот это не совсем смартфон. Аппарат называется Samsung Galaxy S4 Zoom. И в то время, это 2014 год, люди поняли, что на смартфон снимать намного удобнее, но не всегда они делают это хорошо. Поэтому в этот аппарат встроили вот такой огромный объектив. Если запустить приложение камеры, то он выезжает. А вот эта Nokia N93 с 2006 года была попыткой совместить мобильный телефон с видеокамерой. Это был довольно мощный камерафон с матрицей на 3 мегапикселя, а видео он снимал в качестве VGA, то есть 640 на 480 точек с частотой 30 кадров в секунду. Для того времени это очень круто. И из уважения к людям, которые собрали этот в самом деле интересный музей, закончим словами про Яндекс.Телефон. Этот аппарат вышел в 2018 году, и он, судя по всему, никак не изменил мир, но это был очень важный эксперимент для самого Яндекса. Возможно, не последний. Вот такой музей самых интересных и знаковых мобильных телефонов и смартфонов последних десятилетий в магазине Яндекса. Если вам интересно посмотреть на это живьем, потрогать, здесь, кстати, почти все работает, то стоит зайти, потому что музей здесь явно не навечно. А в комментариях, пожалуйста, расскажите, какие модели были у вас первыми и какие из этих моделей вы узнали, может быть, мечтали о них когда-то. С вами был XBT.com, пока! Субтитры сделал DimaTorzok